Вот это вот жёлтое, это получается всё седьмая подзона. И вот она идёт, соответственно, к аэропорту. Валерий Рябов планировал купить участок в Завьялово и построить дом. День и время сделки уже были назначены, но прямо накануне решил заказать справку из ЕГРН. После полученных данных от покупки пришлось отказаться. Участок оказался в седьмой подзоне аэропорта. А значит, строительство жилого дома запрещено. Сюрпризом вылетели эти ограничения. Причём этот сюрприз был не только для меня, но и для нынешнего собственника. Он тоже не знал об этих ограничениях, потому что они вступили в силу совсем недавно. Вначале я не передал этому большого значения, потому что думаю, ну не может быть такого, что соседи построились, кто-то строится. Над ними можно самолётом летать, а мне не дадут разрешение на строительство, потому что мне нельзя. Надо мной нельзя самолётом летать. Границы седьмой подзоны на карте появились в январе этого года в соответствии с новым законом при аэродромных территориях. Он был принят ещё в 2017 году, но три года были предусмотрены на установку этих границ. Седьмая подзона при аэродромной территории установлена по контуру территории, в которой уровень авиационного шума превышает 45 дБ в ночное время. В границы седьмой подзоны при аэродромной территории попали населённые пункты, расположенные на территории Завьяловского и Водкинского районов Удмуртской республики. В соответствии с решением об установлении при аэродромной территории, в целях обеспечения требований санитарного законодательства, в границе седьмой подзоны устанавливается запрет на размещение объектов жилой застройки. В седьмую подзону попали и часть самого села Завьялово и практически все населённые пункты вокруг аэропорта. Пычанки, Башур, Красный Кустарь, Починок Галианский. И везде идёт активное жилищное строительство. На сегодняшний день нам даёт разъяснение, что если гражданин начал строительство до января 2021 года и успел закончить до этой же даты строительства, он может зарегистрировать право собственности на свой объект без каких-либо препятствий. А если он приобрёл этот земельный участок после этой даты, либо построился после этой даты, то уже возникнут сложности. Такая ситуация сложилась во многих регионах страны. Большинство аэропортов находятся вблизи населённых пунктов. А ограничения на строительство касаются не только частных домов, но и многоквартирных. Федеральный Росреестр уже подготовил поправки в закон, и они уже прошли общественное обсуждение. В Удмуртии надеются, Госдума их тоже поддержит. Главное, чего пытаются добиться, это всё-таки разрешить строительство в этой зоне. Да, разрешить строительство, разрешить, скажем так, выделение новых возможно земельных участков. Ну, мы понимаем, что какое-то муниципальное образование больше никуда не может развиваться. Оно может условно в ту или иную сторону развиваться в соответствии с генпланом его. Вот поэтому других вариантов пока не рассматривается. Мы надеемся, что он будет принят. Тем, кто приобрел землю, но не успел построиться, теперь придется занять выжидательную позицию. А будущим покупателям эксперты советуют перед совершением сделки посмотреть на публичной кадастровой карте, где находится участок, и есть ли на нем какие-то ограничения. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький, Новости.